Всем привет! Сегодня делаем печной раствор. В этом ролике московский печник Сергей Владимирович покажет, как он делает глиняно-песчаный раствор для кладки печей. Чтобы вам было проще понять пропорции, он будет пользоваться ведром с делениями. Вначале надо набрать 10 литров сухого карьерного песка, мелкой или средней фракции. Весь песок нужно просеять через сито с ячейкой 2 мм. Вообще с песком Московской области большие проблемы. Заказы приходится выполнять в разных районах Подмосковья с удаленностью больше 200 км. И возить его с собой из проверенных мест не всегда возможно. Если вы тоже работаете в Московском регионе, напишите в комментариях, где вы покупаете хороший песок. Такого песка Сергей присел в 20 литров. И на это количество песка он добавляет 8 литров сухой красной глины из мешков производства боровичей. В регионах песчники глину в основном сами копают в глиняных карьерах. Но в Москве транспортные услуги и время стоят гораздо больше, чем купить уже готовую глину в мешках. Просеянную глину и песок Сергей заливает около 8 литров воды. Это при условии, что песок был полностью сухим. Если песок был влажным, достаточно 5 литров. После этого, если есть возможность, надо оставить воду и песок выстаиваться на 1-2 часа. И после этого тщательно перемешать его миксером. Спустя 5-10 минут повторить эту процедуру. Готовый раствор Сергей Петрович. Сергей проверяет на удобство работы с мастерком. И намазывает на очищенный кирпич таким же слоем, каким планирует пласть печь. Например, такая пропорция 20 литров песка на 8 литров глины хорошо подходит для тонкого шва в 4-5 миллиметров. Но для шва в 8 миллиметров песка надо будет добавить побольше. Например, на 10 литров глины добавить порядка 30 литров песка. Этот кирпич с раствором он оставляет сохнуть при температуре от 20 до 30 градусов. После высыхания на растворе не должно быть крупных и средних трещин. Но при этом сам раствор должен получиться твердым и не стираться пальцем. Спасибо всем за активность на моем канале. Если у вас остались вопросы или предложения, напишите их в комментариях. Всем удачи! Дальше будет только интереснее.